Здравствуйте. Мы продолжаем курс практических занятий по дисциплине индивидуальный жилой дом для студентов-бакалавров образовательной программы архитектура и дизайн. Тема практического занятия – образное решение индивидуального жилого дома на основе исследования исторического опыта национального жилища. Занятия проводит старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайн Каргандинского технического университета Маштакова Елена Константиновна. План практического занятия. Первое. Краткие теоретические сведения о создании современной жилой структуры, опираясь на опыт исторически сформировавшихся национальных жилых домов народов мира. Второе. Задание практического занятия. Третье. Учебно-методические рекомендации. Четвертое. Критерия оценки. Пятое. Итог работы. Цель занятия – дать представление о формировании идейно-образного решения современного индивидуального жилого дома, взяв за основу исследование национального жилища, анализируя влияние формообразующих факторов на организацию и структуру жилого пространства. Задача занятия. Сформировать знания о современных тенденциях и требованиях к жилищу организации жилой среды. Показать необходимость решения данных проблем путем исследовательской работы. Способствовать развитию понятия жилища, организованная среда, факторы, влияющие на формообразование жилой структуры, экологическое жилье, энергоэффективность и т.д. Развить критическое мышление, развить образное мышление студентов, развить способность выхода за пределы стереотипов при решении задач, развить способность решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, совершенствовать культуру передачи графической информации, формировать умения, сравнивать, анализировать, делать выводы. Итак, дом – это прежде всего убежище и приют для человека, место, способное защитить от внешнего климатического воздействия. Жилище должно вписываться во внешнюю среду. Для того, чтобы создать такой дом, нужно определить потребности, создать функциональную схему, тектонику сооружения, подчеркнуть смысловые узлы и выявить то, что изначально и исторически присуще жилой среде дома, а также региональных особенностях и прилегающего ландшафтного участка. На прошлом занятии мы затронули тему связи исторически сложившегося жилья и как опыт его формирования на данный момент мы могли бы использовать. С учетом региональных особенностей, градостроительных особенностей, конструктивных, социально-экономических. И в данном случае, как эти факторы, которые учитывались в исторически складывающемся жилье, можно использовать этот опыт и преобразовывать его в современные образы. Так, перед вами представлен такой вид жилья, как Ариш. Это летний дом арабского поселения, побережье Персидского залива, сплетенные стеблей, пальмовых листьев. На крыше установлена своеобразная матерчатая труба, которая в условиях чрезвычайно жаркого климата обеспечивает вентиляцию в доме. И в данном плане справа мы можем увидеть, как на основе опыта этого вида жилья можно сформировать уже современный образ жилища с учетом энергоэффективных особенностей и особенностей климатического воздействия. В связи с этим изучение опыта комплексного проектирования малоэтажного дома и прилегающего ландшафта и, кроме всего прочего, может основываться на опыте исторически сформировавшихся национальных жилых домов народов мира. Рассмотрим еще один пример формирования современного образа жилого дома, который представлен справа на изображении, ассоциированного с национальным жилым домом, в данном случае Барабора. Это вместительная землянка алиутов. Каркас делался из китовых костей и выброшенных на берег коряк. Крыша утеплялась травой, дерном и шкурами. Крыши оставляли отверстия для выхода и освещения. Бараборы строились на холмах, у побережья, чтобы удобно было наблюдать за морскими животными и приближением врагов. Интерес к местным региональным традициям проектирования интерьера и ландшафта всегда лежал в основе жилой архитектуры. И воочию можно убедиться, проведя параллель сравнительного характера анализа жилья, который был сформирован в былые времена. И на основе его, опираясь на его ассоциативность и учет региональных особенностей и особенностей, связанных с энергоэффективностью, сформированы современные образы индивидуальных жилых домов. В данном случае представлен традиционная полуземлянка в Румынии и Молдове, бордей, крытая толстым слоем соломы или тростника. Подобное жилище спасало от значительных перепадов температуры в течение суток, а также от сильного ветра. На глинином полу был очаг, однако топился бордей по-черному. Дым выходил через маленькую дверь. Поэтому при проектировании среды обитания на конкретном участке в каждом регионе возникает необходимость в уникальном подходе к объекту, выявлении глубинной общности между ландшафтом и искусственно создаваемой средой и интерьером. В данном плане мы тоже можем провести некую параллель сравнительного характера, связанную с таким видом жилья, как цыганская кибитка. Иначе говоря, однокомнатный дом на колесах, то есть трансформируемое и передвигающееся жилье, которое называлось вордо. Вся повозка достаточно легкая, так что ее могла вести одна лошадь. Вордо отделывался резьбой и окрашивался яркими красками. И предварительно представлено, так скажем, ассоциируемое с таким типом жилья уже современные варианты предложения индивидуального дома. Жилище человека, жилище как именно для человека. Эта тема вечна и не утратит актуальности, пока живет человек она всегда нова, хотя корнями уходит глубочайшую древность. И как раз мы в этом можем убедиться, проводя параллель или, опять же, ассоциативность с таким видом жилья. Зимнего жилища старинная, Саамов, Вежа. Она делась из бревен в виде пирамиды с дымовыми отверстиями вверху. Остов Вежи покрывали оленьими шкурами, а сверху укладывали коров, ворост и дёрн и придавливали березовыми жердями для прочности. В центре жилища устраивали каменный очаг, пол укладывали оленьими шкурами. Это то, что мы можем с вами увидеть на примерах слева. Справа представлены варианты уже современного жилья, где в основу взяты как раз исторический опыт такого типа жилища. Человек не изменился принципиально за последние десятки тысяч лет, но это справедливо только в отношении биологии человека. Его сознание и психология изменились и продолжают изменяться. Человек приспосабливается к новым условиям, которые в большей мере им же самим и создаются. Пред вами представлен дёрновый дом. Это традиционная постойка Исландии еще со времен викингов. Ее конструкция определялась суровым климатом и дефицитом дерева на острове. На месте будущего дома выкладывались большие плоские камни. На них уставился деревянный каркас, который обкладывался дёрном в несколько слоев. В одной половине дома жили, а в другой содержали домашний скот. И современная интерпретация с взятым опытом энергоэффективности, учета климатических особенностей, но и, конечно же, национального определенного колорита представлены в современных образах жилья уже нашего времени. Изучение опыта предшественников может привести к открытиям и появлению новых тенденций в архитектуре индивидуального жилого дома, который как один из важных факторов человеческого существования является пересечением всех важнейших сторон жизни. И еще один пример, который достаточно активно используется в современности с точки зрения энергоэффективности, истоки которого идут от такого типа жилья, как землянка. Одного из древнейших и повсеместно распространенных типов утепленного жилища. В ряде стран крестьяне преимущественно жили в землянках, вплоть до позднего Средневековья. Вырытая в земле яма перекрывалась жердями, бревнами, которые засыпались землей. Внутри находился очаг вдоль стен нары. И прототип, который пред вами представлен уже в современных образах. Индивидуальный жилой дом всегда актуальна и привлекательная тема в проектировании. Закаживающаяся простотой и доступностью тема жилища достаточно сложная. Объясняется это не только множеством классификаций типов, видов домов, необходимостью учета проектно-нормативных требований, сочетание региональных традиций с современными подходами. Изучение и сбором большой информации, но и решение проблемы связи современного жилища с природой с учетом взаимосвязи с ней. И вот одним из таких ярко выраженных примеров такого сложного климатической адаптации жилья в суровых условиях является иглу. Куполообразная хижина эскимосов, сложенная из блоков плотного снега. Пол иногда и стены застилали шкурами. Для входа прорывали в снегу тоннель. Если снег недлубокий, то вход устраивали в стене, в которой достраивался дополнительный коридор из блоков. Свет в помещение попадает прямо через снежные стены, хотя делали и окна, закрытые тюленями, кишками и льдинами. Часто несколько иглок могли соединяться между собой длинными коридорами. И такой вот опыт национального жилища приемлем и используется в современном проектировании жилья. При создании архитектурно-пространственной композиции индивидуального жилого дома люди издревле руководствовались следующими принципами. Это, конечно же, учет месторасположения жилья. И обязательно это использование доступных, соответствующих региону строительных конструкций и материалов. И одним из таких примеров является жилье средней полосы России, которое называется изба. Это бревенчатый дом в лесной зоне России. До X века изба была похожа на полуземлянку, достроенную несколькими рядами бревен. Дверей не было. В глубине избы находился очаг. Топилось по-черному. Люди спали на подстилках на земляном полу вместе со скотой. С веками изба обзавелась печью, трубой, окошками. И начали перегораживать избу на две части. На сене и горницу. И с левой стороны представленного рисунка историческое жилье. Образы изб. И с правой стороны представлены их уже прототипы или, можно сказать, современные ассоциации, основанные на формировании такого типа жилья. Далее, конечно же, влияет на формирование жилища. Это то, что формирование жилого пространства формируется путем ограждения от агрессивного влияния природных стихий. Учет природных и климатических условий с использованием для энергоэффективности жилища. Одним из которых перед вами представлено историческое жилье и кукваны. Большой куполообразный тростниковый дом зулусов в Южной Африке. Строили его из длинных тонких прутьев, высокой травы, тростника. Все это переплеталось и укреплялось веревками. Вход в хижину закрывался специальным щитом. И на основе ассоциации, связанных с таким жильем, вам представлены современные образы жилой структуры. Архитектура должна быть интегрирована в природу. И наоборот. Если природы нет, то она должна интегрироваться в архитектуру. Пред вами представлен пример формирования современного образа жилого дома, расположенного справа на иллюстрации, ассоциируемого с национальным жилым домом Кава. Кава – двускатный шалаш, корочей коренного народа Хабаровского края. Крышу и боковые стены покрывали еловой корой. Отверстия для дыма в непогоду прикрывали специальной покрышкой. Вход в жилище всегда был направлен к реке. Место для очага засыпали галечником и ограждали деревянными плахами, которые изнутри обмазывали глиной. В современной архитектуре уже появились несколько основных принципов природоинтегрированной архитектуры. Это гармоничное слияние архитектуры с природным ландшафтом, что подразумевает выбор форм, масштаба, пластики, созвучия с природой. И в данном случае представлен пример, опять же, сформированного современного образа жилого дома, ассоциированного с национальным жилым домом Крам. Там землянка селькупов народа Западной Сибири у крутого берега реки выкапывали яму, ставили по углам четыре столба и делали бревенчатые стены. Крыша из бревен засыпалась землей. Со стороны воды прокапывали вход и замаскировывали его растительностью. Чтобы землянку не заливало, пол делали постепенно повышающимся от входа. Попасть в жилище можно было лишь на лодке, причем лодку затаскивали вовнутрь. И ассоциируемое с этим жильем, архитекторами созданы современные образы. Далее принципом, который архитекторы в данном случае интеграцию исторически сложившегося жилья связывают с современностью, это, конечно же, связь внутренних пространств с внешним природным окружением, открытие видовых точек на природу, создание буферных пространств, таких как внутренний дворик и крытых атриумов со своим микроклиматом. И одним из таких примеров является минка. Это традиционное жилище японских крестьян. Минка строилась из легкодоступных материалов, таких как бамбук, глина, травы, солома. И вместо внутренних стен использовались скользящие перегородки или шермы. Это позволяло обитателям по своему усмотрению менять расположение комнат. Крыши делались очень высокими, чтобы снег и дождь сразу скатывались, и солома не успевала намокнуть. И все эти региональные особенности, как мы видим, используются уже в современных образах жилища. Также такие принципы, как дома на опорах, благодаря чему максимально высвобождается земля, сады на кровлях, все это возвращение природе отнятого у нее пространства, земли и использование экологически чистых природных материалов является одной из первостепенных тех самых принципов, закладываемых в современную структуру жилища, взяв опыт из глубин веков. И таким экологичным примером формирования жилища может служить мазанка. Это практичный сельский дом степной или со степной зоны Украины, и свое название она получила по старинной технологии постройки. Каркас из веток, утепленный тростниковой послойкой, обильно обмазывался глиной смешанной соломой. Стены регулярно белились изнутри и снаружи для нарядного вида, а четырехскатная соломенная крыша имела большие свесы, чтобы в дождь стены не размокали. И на примерах современных вариантов, сформированных как раз таки путем ассоциативности с таким национальным жильем, мы можем увидеть эти варианты. Зеленое проектирование – это такое проектирование, при котором архитектура органично и естественно взаимодействует с природой. Ярким примером тому является Сакли, дом жителей горных местностей Кавказа и Крыма. И обычно этот дом из камня был выстроен, глиной или сырого кирпича с плоской крышей и узкими окнами, похожими на бойницы. Если Сакли располагались друг под другом на склоне горы, балки каркаса делали выступающими, чтобы обустроить уютные навесы. И то есть стало прототипом то, что очень активно используется в современной архитектуре – это террасное жилье. Проектируемый архитектурный объект никогда не создается отдельно стоящим, без учета окружающей среды. Он рассматривается в контексте характеристик места, для которого он проектируется. Учитываются различные экологические данные и интеграция его в среду с физическим, системным и временном аспекте. Одним также является примером – это такое древнее поселение индейцев, Куэбла, на юго-западе Соединенных Штатов Америки. Это замкнутое сооружение построено из песчанника или сырого кирпича в виде крепости. Жилые помещения располагали уступами в несколько этажей, так, чтобы крыша нижнего этажа являлась двором верхнего. На верхние этажи забирались по приставным лестницам, через дезотверстия в крышах. Тем не менее, такой прием экологичного жилья с использованием природных ресурсов данной местности и гармонично вписывающейся в окружающуюся еду использовано в современной интерпретации. В этом отношении необходимо обратиться к истокам формирования жилища народов мира, к их опыту и принципам, формирующим образ жилого дома. И в данном случае перед вами представлено Труло, дом с конической крышей в итальянской области Апулия. Стены Труло очень толстые, поэтому в жаркую погоду там прохладно, а зимой не так холодно. Труло двухъярусный. На второй этаж поднимались по приставной лестнице. И, как мы видим, очень эффектно, не только заимствован этот образ в современном жилье, но и обоснован региональными особенностями, климатическими условиями. Поэтому для того, чтобы сформировать облик индивидуального жилого дома, очень полезным является проведение исследовательской работы, анализа, опыта сформированного жилища, жилой структуры народов мира на этапах их формирования. С учетом формообразующих таких факторов, как региональный фактор, как градостроительный фактор, конструктивный, социально-экономический. И все это в целом дает целый ряд особенностей функционального наполнения этих объектов и дает огромный спектр идейно-образного решения индивидуального жилого дома. На основе проведенной исследования и проведения параллелей, как, опираясь на исторический опыт сформированного жилища народов мира, можно сформировать собственную идею, беря во внимание этот опыт, опыт учета региональных особенностей, конструктивных особенностей, градостроительных особенностей. В силу услышанного материала задание и практическое занятие будет формироваться следующим образом. Необходимо разработать эскиз идею индивидуального жилого дома. И цель выполнения данной клаузуры – это дать представление о формировании идейно-образного решения современного индивидуального жилого дома, взяв за основу исследование национального жилища народов мира, анализируя влияние формообразующих факторов. Задание выполняется в виде объемной и графической клаузуры. К клаузуре предъявляются следующие требования. Первое – дать проектное предложение современного архитектурно-художественного образа индивидуального жилого дома, взяв за основу национальное жилище на выбор. Второе – выразить композиционными средствами функциональное назначение объекта. Третье – добиться гармоничной взаимосвязи композиции жилого дома с внешним пространством. Четвертое – в подаче клаузуры грамотно применить технику архитектурного рисунка с применением линейной или тональной или цветной графики. Пятое – в формировании объемной клаузуры использовать плотную бумагу, такую как картон, вагон. Объем задания. Первое – это ортогональное изображение должны быть представлены в виде главного фасада, бокового фасада, генплана и, конечно же, плана. Объемное изображение – это общий вид, перспектива или аксонометрия, а также объемная клаузура. Целью выполнения клаузуры является приобретение первых навыков проектирования здания данного типологического вида, сформированного на основе национального жилища народов мира, их опыта, учета региональных особенностей, включая разработку системы благоустройства и оборудования участка застройки. Форэскиз выполняется с учетом градостроительной ситуации и современных требований высокого комфортного решения жилья. По конструктивному решению загородный дом должен соответствовать уровню современных конструктивных решений и прогрессивным способом возведения зданий. Форэскиз, иначе говоря, графическая клаузура загородного дома выполняется на листе ватмана или картона формата А2. Техника выполнения клаузуры свободная, графическая подача произвольная, то есть она может быть выполнена как в цвете, в графике, в аппликации, какой-либо другой технике исполнения. Рекомендуется выполнение объемной клаузуры, графическая часть форпроекта представляется в ортогональных проекциях. По завершению работы проводится защита сформированной архитектурной идеей современного индивидуального жилого дома, на которой обосновывается полученный образ путем анализа формообразующих факторов, влияющих на него. Критерии оценки следующие. Первое – это оценка по идейно-образному решению. Архитектурно-художественное решение образа дома, выполненное в соответствии с концепцией выбранного стиля какого-либо жилища мира посредством проработки объемно-пространственного архитектурно-композиционного решения с применением архитектурно-художественных приемов. А второй критерий – это функционально-планировочное решение, которое включает в себя организацию внутреннего пространства дома, решение поэтажных планов, набор необходимых помещений, их назначение и функциональная взаимосвязь. Третий критерий оценки – это как конструктивно-техническое решение было выполнено. Это включает в себя конструктивное решение принятой схемы, несущей конструкции элементов архитектурной концепции дома, которые влияют на его несущую способность и обеспечивают прочность и устойчивость здания. И четвертый критерий – это техника исполнения. Туда входит, как решена компоновка на листе, уровень профессионального графической подачи, полного состава проекта и, конечно, качество выполнения набросков и оформления чертежей. И завершением занятия является уже непосредственно итог работы, представляется вариант эскиз идей образного решения недального жилого дома, сформированного на основе старинного. Вот в данном случае представлен пример зимнего жилища Саамов-Вижи, и эта работа, этот форм эскиз защищается идеей, защита сформированной архитектурной идеей современного жилища дома, на котором обосновывается полученный образ. Вот такой итог работы, практического занятия. Должен у нас быть сформированным. И представляется вам рекомендуемая литература, по которой может быть вестись подготовка к практическому занятию. На этом занятие завершается. Спасибо за внимание. Всего доброго.